Работающие граждане старше 65 лет смогут при необходимости получить больничные в период с 20 по 30 апреля. Подробности сообщили сегодня в региональном отделении фонда соцстрахования. Порядок оформления больничных будет таким же, как и в период с 6 по 19 апреля. Эта процедура дистанционная. Лист временной нетрудоспособности будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в фонд социального страхования. То есть для того, чтобы получать выплаты гражданам, не надо предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы. Абсолютно ничего делать не надо, никуда ходить не надо, ни в лечебные учреждения, ни звонить. Эти листки формируются автоматически по тем сведениям, которые обязаны представить нам их работодатели. То есть работодатель, имея гражданина такой категории возрастной, обязан оформить, представить реестр сведений. И, соответственно, этому гражданину автоматически будет сформирован электронный листок нетрудоспособности. Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более 8 лет карантинный отпуск оплачивается в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года. По словам руководства регионального фонда соцстраха, в области на такой больничной ушли около 3,5 тысяч работающих пенсионеров. За первый карантинный период апреля из фонда социального страхования проблем с оплатой не возникло.